Фамилию Рюминых слышал каждый резанец, даже далекий от краеведения и истории. Казалось бы, о наследии этой династии известно все. Но Александр Дударев в начале года открыл новую, неизвестную страницу прошлого. Прогуливаясь по Садовой, историк давно обращал внимание на старинную кладку кирпичной стены и вдруг приметил силуэты былых окон. Стиль кладки на известковом растворе подсказывал, что это не просто ограда, а дореволюционная стена, вероятно, являвшаяся частью какого-то ранее утраченного строения. Но какого? Окошки небольшие, со стороны улицы Садова они вообще практически с уровнем тротуара сравниваются. И было непонятно, для чего вроде как оградить, делать подобные окна. И сам стиль кладки на известковом растворе, на белом, склонял меня к версии, что это часть от какой-то постройки, причем дореволюционного времени. Ответ же я нашел уже в 1921 году, когда мне на глаза попалась карта «План города Рязани», составленная в 1821 году архитекторским помощником Василием Невиным. И на нем была замечательно отображена усадьба Гаврила Рюмина, и в том числе дом, хозяйственные постройки. И именно на этом месте находилось некое кирпичное строение длиной 50 сажений. В 1790-х годах усадьба Рюминых занимала оба склона оврага. Здесь располагался пейзажный сад. В центральной части владения, где сейчас детская площадка, на безымянном ручье был устроен пруд. Здание нынешнего художественного музея в те времена было главным домом усадьбы, которую в своей книге подробно описал сотрудник Государственного архива Дмитрий Филиппов. Читаем в книге. В 1825 году оранжереи Рюмина упоминаются как ориентир при обозначении моста на улице Владимирской. В купчей, составленной при покупке Николаем Рюминым дома у брата Василия в 1833 году, для передачи под пансион, можно прочесть о фруктовых, оранжерейных и грунтовых деревьях, которые Василий Гаврилович оставлял за собой. Как выглядела эта оранжерея, сказать невозможно, потому что ни планов, ни схема именно территории усадьбы не сохранилась. Но можно с довольно такой уверенной долей вероятности сказать, что вот эта задняя стена именно принадлежала оранжереи. Причем, как выглядела эта усадьба, можно увидеть, если поискать в интернете сохранившиеся экземпляры подобных оранжерейных построек из других регионов России. То есть это было абсолютно такое скромное здание, у которого три стены фактически представляли из себя стеклянные плоскости. Две из них наклонные. Сегодня все, что осталось от оранжереи – стена, выполненная из красного кирпича, связанного между собой звездковым раствором длиной 125 метров. Восстановить оранжереи полностью невозможно, но воспроизвести каркас, чтобы приблизить городской сад к историческому облику, стало бы интересным решением. Считает Александр Дударев. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».